я сегодня хочу говорить о сосудах сосудов и открываем второе послание мафии 2 глава 20 стих я хочу прочитать и пока оставим просто прочитано и оставим здесь есть такие слова в большом доме и сосуды не только золотые и серебряные но и деревянные и глиняные и они в почетном а другие в низком употреблении и так кто будет чист от всего тут будет сосудом чести оскоченным и благопотребным владыки возник на всякое доброе дело вы сейчас прочитали это местописание и я пока хочу его оставить когда мы приходим в господь когда мы приходим в церковь и мы познаем года знаете у нас такая первая любовь зажигается в основном все мы все мы хотим что-то делать для господа хотим чтобы бог он начал использовать нас для своих нужд и желание угасает возможности утихают и есть такая причем можно сказать и рассказ что люди работают на строительстве храма подходят у одного спрашивают для чего ты здесь работает что ты здесь через чем ты здесь за ним он говорит да вот да вот уже устал когда увидите крошите и камни уже сил никаких нету как проклятый здесь пошли день и ночь уже видеть это не могу его спрашивают он говорит мне здесь хорошо платят да и как-никак в этом храме тоже косвенно могу увековечить свое время 3 подходят говорят твои дела здесь на городе что ты здесь делаешь ангелы на другую жена он говорит где строится храм уже я рад что я могу послужить чем-то вложить себя сюда и мне не нужны деньги мне не нужна не слава я просто хочу послужить господа это такая старая 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 сказка снова вы знаете в церкви 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 я не могу нашли вообще церкви примерно так же происходит кто-то ходит через силу кто-то ходит как на работу я помню у нас правда он не успел прийти не успел начать играть уже кричит дайте мне деньги потому что я любил если у меня деньги не будет платить я играть не буду был такой некоторые приходят для того чтобы воздать славу для того чтобы для того чтобы встретиться с богом для того чтобы что-то приобрести для жизни вечной для царства небесное ну это кто как понимает и вы знаете когда мы смотрим на людей будь то христианин или не христианин да мы как-то его же ассоциируют для себя и мы как-то ставим им свои органы и в хорошем смысле я хочу сказать добрый человек это злой человек вот это жарный человек вот это затворник вот это любвеобильный да мы как бы для себя отмечаем а что определяет человека почему мы ему даем такие характеристики почему применяемые такие критерии я знаю думаю что зависит все потому что если посмотрим черные белые красные мы в принципе похожи друг на друга травмы люди в принципе мы похожи но вот то что у нас наполняет изнутри вот это определяет нашу сущность чем мы наполнены изнутри и здесь мы видим что бог когда хочет использовать людей он определяет нас как сосудов туда что там можно положить и не обязательно сосуды на чашка куши помните местописание когда павел на кровле пребывал ему было видение там обогревала четырех углов было завязано покрывала это написано сосуды спускался то есть и коробка это тоже может быть сосуды сундук там то есть сосуды куче положитель тоже может быть сосудов и бог он видит нас как сосуды и когда когда мы просим бога когда мы хотим когда мы желаем и просим господь используй меня для царства используй меня для чего-нибудь для своей работы то он сначала смотрит на тебя какой ты сосуд вообще какие мы сосуды что меня определяет чем мы наполнены почему потому что вся сущность сосуда заключается в чем правильная правильная сущность сосуда когда у тебя когда бог куда что хочет положить свою твоя миссия заключается в том чтобы ты донесли это до потребителя или для адреса не распрыскал это не рассыпал это по дороге и не перемешал со своим поэтому бог хочет будем дальше это разбирать чтобы сосуд был чистым сосуд был пустым потому что он хочет туда положить только свое он не хочет чтобы там было примерно твоё что-то человеческое 2 коринфянам 4 7 но сокровище 7 мы носим глины сосуды чтобы преисбыточная сила была приписываема богу а не нам очень интересные слова на павел говорит о нас то есть он чего-то достиг жизни он что-то знал больше чем мы это однозначно он и он характеризует себя и он говорит вы длинные сосуды он не говорит как почитали фимофей на я золотые сосуды или серебряные сосуды и он в принципе как бы а служителя говорит а потому что он был служителем священникам он говорит но сокровище 7 мы носим глиняных сосудов если мы посчитаем шаги сделаем еще о чем это иисус христос который живет в нашем сердце а мы глиняные сосуды а сокровище 7 8 чтобы преисбыточная сила была приписываема богу они нам таки другими словами другими словами я хочу сказать что павел здесь говорит что твоя и моя жизнь зависит от того чем мы на поле и вообще приобретает всякий смысл от наполнения и вот он говорит выносим себе иисуса христа почему потому что как павел говорит а что я потрудился об этом делать вам нет благодать больше то есть чтобы мы ни в коем случае когда мы идем и бог действует через нас чтобы люди видели в первую очередь славу божию и бога а не нас почему потому что бывает так когда люди им достаточно знаете признание признание зала признание людей им все равно когда они уходят они они как выпитаются признанием людей что когда они говорят красивые проповеди и им говорят ой какую хорошую там ты проповедь сказал как это назидание как это такое сильное слово вы знаете братья и сестры я хочу сказать что толку что ты подходишь и говоришь это проповедник от этого нет никакого долга если это потом не будет в твоей жизни видно то что говорится сказали то что уголовит проповедник когда это человек увидит проповедник увидит это в твоей жизни вот тогда это будет действительно слава от господа слава от господа не то что он там что-то достиг или ты что-то достиг а просто подходите говорит говорит вот такое зарубежное слово как оно там коснулось меня допустим сто раз тысячу раз касается если ты не начнешь применять это в жизни применять это на празднике оно умрет и все никто этого не увидит ты будешь дальше по ним церковь приходил и патру говорит чтобы эта сила чтобы люди видели в первую очередь бога а не нас потому что как мы иногда думаем того чего там достигает своими усилиями своим своими знаниями но к сожалению без бога мы не что и дальше следующем стихом я хочу показать как интересно вообще это выражает узнать я 25 читал в библии когда я увидел и достиг я просто был поражен а продала на шестернике и как ибо кто почитает себя чем-нибудь говорит павел будучи ничто будучи ничто кто-то большая кто-то большая сам себя ради сестра это то о чем я говорю выше когда мы думаем что мы чего-то можем добиться без бога в жизни когда мы думаем что наше служение имеет успех и мы к этому приложили руку мы обращаем сами себя так говорит писать потому что павел я сказал я скажу все это через павел он говорит кто почитает себя чем-нибудь будучи ничто кто-то большая сам себя я хочу сказать так не как люди ничто а без бога мы ничего без бога мы ничего как люди мы конечно люди и драгоценки кришну то есть мы конечно должны себя относиться как это должно на должном уровне на должном уровне понимая что без бога мы ничто не можем без бога если даже что-то и начнем делать то может быть какое-то время это и будет иметь успех какое-то время может иметь успех но это до поры до времени пока бог посмотрит если угодно то это дело потом все разрушится и и тогда кто почитает себя чем-нибудь будучи не что это большая тебя то есть мы должны так подходить своему служению мы должны подходить к тому что дает тебе что дает нам бог да понимаешь за всем стоит бог за всех я хочу я хочу вспомнить маисея такой столь 13 и такие слова интересные поговорить я говорил это в пятницу и я хочу еще вспомнить и сказал бог я буду с тобою и вот тебе знамение что я послал тебя жарка ты выглядишь народной из египта вы совершите служение на этой горе я с вами с вами потому что там много написано когда бог он призывал моисея в горячем пусте моисей там как уступил такой спор небольшой и он говорит что ну давайте на меня кого-то другого да я косноязычный я я типа не справлюсь с этим то что ты хочешь меня вложить я по человеческому рассуждению подошел к моисею со всем другой стороны я бы начал говорить все его привилегии все его регалии чем он достиг жизни как он был умный как он воспитывался в доме дочери фараона да сколько он там на узнал наверное да но совсем по-другому действует у бога свои пути и слава в доме и этим все определяет этим все определяет это должно быть наше служение когда мы хотим чтобы бог нас использовал мы не должны думать чего я могу или чего не могу мы должны думать бог внутри меня бог наполняет меня если бог внутри меня я нашел это сокровище в себе как этот глиняный сосуд значит все будет в порядке моисея потом предоставил богу свой сосуд и мы видим все чудеса которые потом происходили в египте да что это силой моисея нет это бог потом действовал через него как ему было угодно моисея предоставил только свой чистый сосуд он сказал да ладно господь действуй действуй во мне братья и сестры знаете я хочу так как вы готовы ли мы сегодня готовы ли мы сегодня когда мы желаем и жажда когда мы включим господи используя меня когда вы сегодня в каком состоянии сегодня наши сосуды чем они наполнили чем они перепал переполнять что переливается через эти края потому что знаете проблема не в боге проблема не в божьих чудесах проблема в чистых сосудах проблема в чистых и пустых сосудах бог всегда готов мы иногда так знаете думаем почему у нас мало чудес в церкви почему у нас мало исцелений там или как-то это знаете редко очень происходит я хочу сказать проблема не в богу у бога чудес хватает и у него много этих чудес до избытка проблема в пустых сосудах проблема проблема в том куда бог это все будет наливать то есть я хочу сказать что мы заглянули в наши сердца и поняли сегодня где мы и что вообще где мы находимся чем мы наполняем нашу внутренность чем наполнили наши сосуды потому что бог даже если там он не переполнен а хоть чуть-чуть на вида не того чему нужно до кого нибудь смешивать бога нибудь смешивать ему нужен чистый сосуд и вы знаете когда будет может банально звучит на нем я сейчас расскажу эту фразу и наверно многие так подумают ну вот опять прицепим прицепился вот я хочу сказать сегодня в нашей жизни на какую роль играет телевизор сколько времени мы отдаем господу два часа воскресенье и то не до конца бывает иногда так и все и и чем потом заполняем всю нашу внутренность всю оставшуюся неделю с утра до вечера мы вливаем и уливаем себя надо и не надо что надо и что не надо без разбора всякая информация лишь бы было а потом мы говорим господи а где чудеса твои а где исцеление твои вот в писании написано где мы хотим а потом у нас начинаются проблемы в семье ты подумай что ты даешь богу чем наполняешь свою внутренность вообще что ты можешь дать тогда что ты можешь принести на воскресное собрание да и вообще просто на собрание что ты можешь ему дать жизнь если твоя внутренность она переполняется непотребство я просто хочу это 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 звучит банально знаете это часто мы об этом говорим разве разве происходят большие изменения в этом вопросе если происходят конечно давайте мы сейчас посмотрим второе тимофеево отвечает потому что это важно потому что это я говорю об этом потому что это важно это не просто так от этого зависит наша жизнь от этого зависит наше служение от этого зависит наша семья большом доме я хочу обратить внимание в дом большой братья и сестры у господа много места для каждого из нас не только золотые и серебряные но деревянные и глиняные смотрите я сосудов знаете как золотые и серебряные в почетном употреблении а деревянные и глиняные в низком употреблении я так думаю вот такой пример привести церкви на этот пастырь церкви это золотой сосуд почетном употреблении она убирает подметая церкви до сосуд низком употреблении только я об этом подумал вроде и сестры знаете дух святой мне сказал ну как сказал сердце мне такое пришло а кто тебе сказал что убирать церкви до низком употреблении сосудов кто тебе такое сказал потом я начал размышлять размышлять да нету мы это привилегия божья это не от нас вообще зависит это не мы выбираем мы видим здесь это не от нас зависит тут написано итак кто будет чист от всего тот будет сосудом чести освященным благопотребным водник и годным на всякое доброе дело о чем здесь вообще речь братья и сестры ведь от того что мы должны привыкать всякое усилие чтобы быть чистым и когда мы будем чистыми мы будем сосудами в честь честь сосуда если образно мы скажем одним словом честь сосуда честь наша честь наш вот то что зависит от нас это быть чистым если как мы часто желаем и хотим чтобы бог употреблял нас на свое служение как ему будет угодно как мы часто об этом молимся вот пожалуйста очень просто здесь написано кто будет чисто сегодня будет сосудом в честь освященным то есть отделенный мог тебя отделить и плана потребным владыки на всякое доброе дело я хочу обратить еще ваше внимание на всякое доброе дело это идет речь и о сосуде который употребляется и почетном и низком употреблении то есть низком употреблении сосуд это тоже на доброе дело это употребляет господь это зависит не от нас это привилегия больше это он решает как кому куда использовать наше дело будет чисто тут еще написано кто будет чисто от всего да и как бы непонятно чего отчего быть чистым нужно нам если мы почитаем там 19 18 стихи да там написано это очень пастырское послание и он там тимофеев говорит да не надо листать и он там говорит нам нужно воздерживаться такого того я так подумал братья и сестры когда мы в доме у себя выбираем чашку из которой мы пьем чай да вот мы допустим понравилась нам магазине чашка мы купили ее и сказали вот этой чашке я купил чай или кофе и какая разница какая грязь на чашке любая пустошка пыль будет пусть будет это там помада или пускай там от еды от жирной будет на этой чашке что-то мы ее не используем вот такая будет на ней грязь на какая разница будет чисто симпат от всего от чего то от греха вообще чисто потому что если какая-то грязь мы не используем этот сосуд пока мы его не вымоем пока мы пока мы его не вычислим вот тогда мы опять будем с него пить чай и он будет на во всякое время благопотребленным нужно пусть у нас блага своих братья и сестры я хочу чтобы это знаете мы это все знаем я как вода возбуждаю чистый смысл потому что мы часто об этом говорим но не часто применяем это в нашей жизни на практике мы только и как бы подтверждаем это знаете давай римлянам откроем дверь 21 тут как бы подтверждается что что привилегий это у бога использовать сосуды по его усмотрению по его назначению написано не властен ли горшечник над глиной чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления а другой как бы изначально все равны и бог он берет вот эту глину и вся власти в руках он хочет он делает один сосуд для почетного употребления а другой до низкого то есть мы видим до цвета стиха чтобы вся вся привилегия нового бога это и это не в нашей власти думать и решать на какой я сегодня сосуд церкви золотой серебряный длинный деревянный а какая разница а какая разница если я хочу быть использованным и быть потребным мода мое дело думать о том числе я а не такое сосуд золотой и серебряный потому что я говорю я раньше об этом также размышлял да кто там золотой кто серебряный кто деревянный но это это Бог решает это Бог может быть потом Бог нам это в вечности откроет я не знаю для меня сегодня это не я вижу только в этом привилегию и приоритет решения Божьего давай еще откуда первое коринфянам 10.6 10.1.6 тут мы немножко немножко посмотрим здесь такое интересное местописание да это она со всех она со всех от церкви не хочу оставить вас братьям неведении это первое коринфянам 10.6 что отцы ваши были смотрите все были под облаком и все прошли сквозь море и все крестились в Моисея в облаке и в море и все ели одну и ту же духовную пищу и все пили одну и ту же духовное питье и во пили из духовного последующего камня камень же был Христос но не о многих из них благоволен Бог ибо они поражены были в пустыне и это были образы для вас чтобы мы не были похотливы на злое как они были похотливы братья и сестры о чем здесь речь вообще идет посмотрите да как Павел да он описывает вот это мы же все братья и сестры мы все имеем спасение мы все приходим и мы все имеем Христа мы все слушаем одни и те же слова на служении мы все питаемся одну и ту же духовная пища и пьем одно и ту же духовное питье потому что источник у нас один Иисус Христос но посмотрите да он говорит не о всех боговолен Господь они все имели одно и то же все кушали все пили все были вместе все были в одном месте все шли одним и тем же путем ani сиос христос как и мы сегодня почему-то не о всех благоволен Господь не все нашли не все нашли в чем причина в чем причина Мы сегодня ходим на служение, мы сегодня слушаем правильные слова, мы сегодня слушаем духовные слова, песни назидательные, но выходя из церкви, что потом наполняет нас? Я думаю, что потом наполняет нас, то и определяет нашу дальнейшую сущность. То и определяет потом, куда мы найдем. Не то главное, как мы здесь и что мы здесь, а главное, что потом оставшееся время, где мы и что. Потому что это будет определять в дальнейшем, пойдем ли мы в Каспи, в Кустыни, или дойдем все-таки до небес. Так учит Писание. Они все имели одно, мы с вами все имеем одно. И пусть, пусть Бог нас наполнит, братья и сестры, благословит. Я вот еще хочу такое местописание прочитать, 2 Калифином 6.10. Много сегодня местописаний. Мне просто, мне просто вот знаете, как открылось оно. Когда мы носим к себе Христа, последнее, 2 Калифином 6.10. Не менялся я туда? Хорошо, я туда прочитаю. Мы нищие, но многих обогащаем. Это вторая часть, вторая часть этого 10-го стиха. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но все мы обладаем. И я как бы раньше, когда читал вот эти стихи, вот эти слова, ну, да, вроде бы как оно понятно, понятно. Но когда я сегодня подошел с той позиции, что если я Божий сосуд, и Бог меня использует, да, то сегодня, смотрите, да, я хочу немножко сказать, мы нищие, мы нищие, но многих обогащаем. Что, разве сегодня мы нищие, если так посмотреть в адскими глазами? Нет, но когда наш сосуд, он чистый, когда наш сосуд кустой, уважены нищие духом, помните, да, почему? Потому что они всегда в поиске позже. Ну, мы нищие, но многих обогащаем. Как нищить человек? Может обогатить еще кого-то, если он нищий. Вот когда мы нищие, тогда Христу очень хорошо живется у нас. Когда мы нищие, когда мы понимаем, что без Бога мы ничего не можем. И поэтому мы, многих, можем обогатить Христов. Потому что Христос, Он будет обогащать, но не мы. Потому что у нас это нищие. Понимаете, о чем я говорю вообще, да? Может, я как-то не до конца эту мысль выражаю, но... И мы ничего не имеем, но всем обладаем, да, как вы, две такие грани. Мы ничего не имеем. Вот когда мы ничего не имеем своего, тогда мы обладаем Христом. Когда мы ничего не имеем своего, тогда Христу очень хорошо работает в нашем сердце. Понимаете, там нету никаких примесей. Тогда Он с удовольствием идет и делает свою работу у нас. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И в конце я хочу такую историю прочитать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...